Медицинская шутка 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 Да, и сейчас мы закроем все шуточки про медицинский университет. Итак, случай на работе. Здравствуйте, а вы почему сегодня опоздали? Я не мог, у меня нога болит. Ну вот, извините, Мария Ивановна, я опознал. Да, опознал? Да, вот тот ворвал, тот стопочку сворвал. Так, стоп, Кирилл, ты что там делать? Мы вообще-то шутки показываем, а? Поправляет. Кирилл, такое ощущение, что он всю жизнь поправляется вообще, да? Кирилл, ты мне напоминаешь нашу современную Россию? Почему? Ну, вон, какой полуостров себе выхватил! Все, ребят, начинай! Да, вон и будет, мы не стесняемся, мы не стесняемся ничего, но никого. Ну, все, друзья, для начала представьте. Случай на районе. Э, пацан, деньги, часы, телефоны, Муж чуть раньше вернулся домой с работы. Так, где он, я тебя спрашиваю, а? Где он, я тебя спрашиваю, а? В тумбочке, может, ты его спрятал, а? По травате, где он вам на балконе, а? Где он, а? Вот уже. ЕА СПОРТ «Болган» «Да что тебе надо?» «Я только что хочу» «А, ребята, стоп, 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 стоп!» «Добрый день я сейчас из Болгана нам сейчас отец звать». «Не знаю, поздоровочу что ли?» «Сергей Петрович» «Здрад視 все! Мордахки!» «Это кто такой? Бюджетник!» «Ребят, на самом деле ему 42 года, он просто молодой выглядит». «Это бюджетный бюджетник, ну и как его зовут?» Снимаю шляпу перед дамой. Ребят, ну что началось? Какие-то бомжи, разбитые бутылки. У нас, между прочим, КВН. У тебя есть что-нибудь? Конечно, есть. Нам миниатюры нужны. Конечно, миниатюры. Ну, это что-нибудь смешное? Да, правда, это не смешно. 50 грамм улечек всего-то. Ну, хорошо. Подыбавший муж вернулся домой подготовленный. Тебе дели. Дорогая, добрый вечер. Опять ты и раздался, скотина. Как ты это делаешь вообще? Так вот. Алкоголь проникает в организм человека через его. По пищевоге он растягает желудка и попадает в печень. А вот это сердце, которого у тебя нет, дай ты мне поспать уже. Начинаешь. Друзья, в последнее время услуги семейного Тамады стали, но очень популярны. И появилась новая услуга. Тамада на семейную сорву. Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы приветствуем вас на десятый. Ювилейный Синцевый соль за эту неделю. Конечно же, для начала дети уходят в соседнюю комнату, и молодые обмениваются оскорблением. Верно! А что тут? Почему другая? А если твою ножку упал в моих глазах? Куда же без нее? Речь матери невесты. И, конечно же, по старой доброй традиции жена дает лучшие годы в своей жизни жениху. И, конечно же, встречайте друг подкаблучник жениха. Эй, Саша, ну ты что, тебе сложно, что ли, вещи подумать? Ну это же все, как правильно. Чувствую. Спасибо вам большое. Мариночка, я на секунду отошел только. Как мы видим, как мы видим, Александр начинает собирать вещи. Собирать вещи, это значит настало время первого конкурса. Давай, Саша, мы тебя верим. И, конечно же, поприветствуйте тех, из кого бы эта ссора не состоялась. Со стороны жениха Анжела, Марина, Христина. Со стороны невесты. Нет никому со стороны невесты, потому что я люблю тебя, скотина. Как же я люблю эту работу. Не нужно писать новый сценарий. Каждый день одно и то же. Спасибо. Друзья, одна чемпионная, одна и самая... Да-да-да, друзья, стойте, стойте, стойте. Вот такой вопрос. У вас же шесть человек в команде? Да. Позвонил отец, сказал, что есть пять бюджетных мест. Ой! Уже четыре! Не пугайте нас! Коммерция! А мне-то что? Целлюлис! А мне-то что? Вертолеты! О нет, они возвращаются Митричные автоматы в окопы! Ребят, что теперь начинается? Ну ладно, Вали, это всего лишь шутки. Мы как-то одна команда. Друзья, ну можно так и мы не сняемся? Не сняемся ничего и никого! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, добрый вечер, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене самое милое, самое доброе в мире Команда КВН ПАЛИДВИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Серёга, давай селфи сделаем. Жуй шнурок. А при чём тут селфи и жевай шнурок? Так и это не селфи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не суть. Прикиньте, переехали с женой в новую квартиру. Вешаем шторы, она мне говорит, вешаем в нахлёст. Ну и в стык прям дал. Разводимся теперь. Егор, ну что у тебя за истории такие? Мы же милая команда. Вот я, например, сегодня покормила котёночка. И я покормил котёночка. А я зарубила свинью. Ну, Лиза, мы ведь милая команда. Ну, чтобы покормить котёночка. А-а-а-а. Команда «Коман Полюби» начинает! АПЛОДИСМЕНТЫ Парни всегда остаются парнями и даже тогда, когда девушки начинают над ними экспериментировать. Всё, сиди на 10 минут, сейчас приду. Серёга! Ушла! Ну, походу, ушла. Представьте, пожатые придумывают новую кричалку. Осталось это снова переделать. Аплодисменты Аплодисменты Ребята, какие-то, у меня с парой рассталась. Ой, что случилось? Ну, он меня в кино позвал, говорит, что под фильм. Я говорю, ну так, себе книга лучше. Он говорит, нет такой книги? Рио-2. Не, ну вы прикиньте? Я вообще не вижу. Короче, пацаны, такая пушь. Подходит ко мне цыганка и говорит, дай денег А я говорю, нет, не дам Он говорит, ну все, детей у тебя не будет А я такой, о, а может ты еще и жену от меня отватишь О, а что это у вас, температура? Знаешь, Лизка, я не просто так губы после беляша пацанов вытер Знаешь, мы уже столько лет играем вставку в одной команде И я так привязался к тебе Знаешь, Лиза, я тебя люблю Будь моей женой Нет Я и к этому подготовился Друзья, давайте представим, где ты за кулисами открытой лиги КВН А ты был когда-нибудь на автопатии открытой лиги в Правде? На автопатии открытой лиги в Правде? Никогда, никогда Увидь на игре тонкие разговоры, что об автопатии открытой лиги в Правде Как там весело Сколько там много народу Как там колодистая река льется рекой Ой, а вы откуда? Из Роксити Ой, а пошли в Роксити А пошли Друзья, давайте представим обычную ситуацию Оживал старый дом Дети мои, отойдите от меня И заберите стакан воды Жарко Господи, как мне жарко Кто-нибудь выключи этот чертов обогреватель Антонио старший Ты возвращаешь мне герметов Антонио средненький Ты возвращаешь мне винные погреба Алёшек, дурачок Оставь кредит себе Бабика, а почему вы всегда говорите, что умираете, а на самом деле не умираете? Нет, Антонио Губин Ну как же я могу умереть на сцене Новосибирского государственного медицинского университета? Любовь это что? Любовь это боль Когда её имя от Wi-Fi пароль Разлука подобна Большой катастрофе Друзья, подоконник, сигареты и кофе А счастье ведь было так близко Пока не отжил меня Стерва ты, Лизка Любовь это что? Любовь это мы Команда КВН по любви Материал Сибирского института управления Здравствуйте Вы будущие чиновники О своей доброте должны знать в лицо Это Саша и Никита Они отвечают за визуально-политический юмор Мечта сбываться И не сбываться Это Максим Он в связи с нашим суперчон Начнется ломбара Танцуют вверх Ура 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 А да ты чё творишь, что это всего лишь данец Ну А это Даша И она просто поёт Песня о нелёгкости без человек НАДУ РАЛЬНЫЙ ХЛОДИТЬ НА ПСУ ОТ СЕЙЧИЕ ВОДИТЬ Скажите на подкаст. Где Арчи? Ребята, у меня номер есть. Какой? Сто процентный, правильный. Первое место. Ну, давай. Че, дурак, что ли? А сейчас Даша исполнит мечту всех россиян. Че, начали так? А это отдают, но просто маленечко неадекватно. Заслить! Пошел вон! Подстроились! Мы настроены серьезно, побеждая в мечи. Это дело нам напутано, мы окружи. Мы настроены неверно, поднимайте нам. Ставьте лучше на моряке, раскачайте нам! Давай, не стойте! Русского человека можно встретить в разных уголках нашей планеты. Давайте представим встречу двух русских где-то в Пуэрто Рико. К К débutбcous! Коза! К... Козу?! Коза? Коза! Коза? Коза! КОНУ!!! Случай на дне города. Так, стоять. Ага, проходи. Будье мой маленький, мой хорошенький. Ну, с коляской. Ага. Спасибо. Хайли, бессильники. Ну а так, как вы соберегите, давайте представим мороз. Минус сорок, а для сына надо покупать мороженое. Папа, папа, я застыл! Сына, какой застыл? Минус сорок, а ты застыл! Пойдем давай! Папа, папа, я застыл! Да что ты моешь? Пойдем, я тебе мороженка куплю! Папа, какое мороженка? Я застыл! Сына, да что ты моешь, то в конце концов, мы же с тобой сибиряки! Сибиряки ты, сибиряки! Охрепнул-то ты один! Прости, красава! Ну что ж, настало время разнообразить наш юмор. Встречайте, веселый поэт, преподаватели «Избеда». «Паха-паха» «Ам-паха», «Ам-паха» «Ам-паха», «Ам-паха», «А-Ам-паха», «А-де-а-дай-дай-дай-дай-дай-дай». «Пойдем, они же, стихись». Взбучись в переулке! Взбучись в переулке! Бум! Та-та-та-та-та-та! Бум! Та-та-та-та-та-та! ТИ! ТА-та-та-та-та-та! О, электролог! Спасибо! Внимание, мамы предупреждают! Сынок, не крути шапку, примета плохая! Долва болеть будет! Сынок, не крути шапку, я тебе говорю! Я же приду, не стали! Димашенко готовится к выборам! Даяки! Хулиганки! Хулиганки! Победа, я вижу! Победа! Все течет и все меняется. Современная молодежь стала совсем другой. Итак, давайте посмотрим. День рождения, 21-й ринг. Ага! Честненько! Простойте, сидите! Ну да, пап. Так, я не понял. Это кто такие? Ну это друзья мои. Ну-ка, давай знакомься. Друзья не знают твоих друзей. Пап, знакомься. Это Артем. Папе бродяга, маме симпатяга. За близких порву, за мать. А это кто? А это Максим, его боксер. Левой короной, правой похороной. В серьезной фаре. А это Давид. И он увлекается хоккеем. Ну-ка, скажем, что это за хоккей? Киржаков чемпион! Ага, да. Ладно, нормально сидите, отдыхайте. Ну ладно, я пойду тогда. Давай. Ребят, а вот алкоголь. Ну наконец-то! Слушай, ребята, там. Патя? Вы че творите-то, а? Че происходит-то, а? А ты че вернулся? Да я Мать забрали! Молодежь, скажите, почему так? Вы правда думаете, что батя не знает, что Киржаков это футболист? Он подумал, что ты правда борец или боксер? Друзья, да что происходит у нас с Макманов и своих родителей? А их нужно любить, уважать и всегда им поверить правду. Ну, я на самом деле не бродяга. Да нет, не бродяга. Но, но ладно, никогда не яични. Друзья, дорогие друзья, мы будущие чиновники, а вы будущие врачи. И мы и вы лечим. Только вы людей, а мы людям. Ещё у нас почек горел! Без действия управления, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Переходим к моему второму конкурсу. Какой большой секрет, друзья? Самый КВНОВСКИЙ фокус называется «Разминка». Сегодня не так много команды. Крышки всегда ставят классическую «Разминку», но разбирку с членами жюри. Вас сегодня тоже не очень много задало. Давайте устроим настоящий праздник для «Разминка» сегодня. Поэтому каждый член жюри задаст такой вопрос. Даже если вы не готовились, пожалуйста, что-нибудь на «Разминку» прямо сейчас можно придумать. АПЛОДИСМЕНТЫ В крайнем случае загуглить и реломироваться. Там есть много вопросов на «Разминку», да. Вот так вот. Итак, сборная института — 4,2 балла. Ты еще не купал перед «Разминкой» сегодня? Да, было, что-то. Полюби — 4 балла ровно. И мы не стеснеемся — 4,6 балла. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот теперь переходим все-таки к «Разминке». Как бы ты не хотел бы исти к «Разминке», Переходим к «Разминке». Итак, фирм сделать вопрос, да, можно? Алексей Прозрев, друзья. Всем привет! И там сейчас встал, кстати. Такие шутки, психологические цели. Давай еще вопрос. Давай. Вопрос такой — Кого нужно было послать от России на «Невровидение», чтобы победить? Ну, сейчас не начнет ответы. Тоже нашел вопрос, который задали. Друзья, только не пошли. Сразу такое небольшое. Ты знаешь сам, кто победил «Невровидение»? Конечно, знаю. Нравится тебе, господи, исполнить теми? Мне не очень. А я вот решила. У нас просто тоже есть один «Бородатый» в команде, поэтому я… Я вот только, когда «Невровидение», решил отрастить себе «Бородатого». Как ты так? Кого нужно было послать от России на «Невровидение», чтобы победить? Локтя. Кого нужно было послать от России на «Невровидение», чтобы победить? Кого нужно было послать от России на «Невровидение», чтобы победить? Не знаю, кого он, но знаю, куда. Продолжение. Здравствуйте. Вопрос от ведущего на «Невровидение»? Ну, Александр Кивайков, «Бородатый». Ну, пока начало ждал, вот в этом заде сидел, чего-то высматривал, и на потолке две неправильные плитки. Да. Да. Как еще составить народ поднять голову выше? А то видите, как ты по адресу сейчас задаешь вопрос. Надо сразу идти вот туда. Ну, или куда это будет? Ну, здесь очень много представителей, много раненых. Может быть, вот кто слышал. Наконец-то. Завтра и проверим. Вдруг исправим. Здравствуйте. Уважаемые команды, время на исходе. Как еще заставить людей поднять голову выше, посмотреть небо? Держать нос полметра. Так, мы извиняемся, пожалуйста. Итак, сегодня, пока ждал начало, рассматривал зал две неправильные плитки, вот на потолке имеются. А как еще заставить народ поднять голову лучше? Нужно налить водички вот досюда вот. Скорее. Так, у нас такого закончилось, считай, я не сделал. Раз, два, три. Нет этого, не так. Спасибо, Саша. Хорошо, что вы закончили, спасибо. Так, ну поставил тупик, не будет проводить. Просто, Денис Соловьев, пути идти, а вы его можете попросить. У меня такой вопрос. Нас недавно удивили выборы мэра, выборы и проведение, выбор на Европе. Тоже что ждать от выборов на губернаторске? Ух ты! А там интрига, да? Я просто не знаю. Друг, друг, друг. Посмотрим на то, как команды. Как вообще команды смотрят на ситуацию с выборами губернатора в нашей области, в предстоящем? Итак, ответы команды. Где? Ответы будут политические, поэтому будьте аккуратны. Ребята, сразу говорю вам. Пожалуйста, ответ от команды, мы не стесняемся. Итог выборов мэра удивил, Евровидение удивило. Что ждать от губернаторских выборов? Победит локоть с бородой в плаче. А я говорю аккуратнее. Здесь я вам не переживаю. Победит локоть с бородой в плаче. Что ждать от губернаторских выборов? Ну чего-нибудь-то дождемся. Победит локоть с бородой в плаче. И сборная НСО по любви. Что ждать от губернаторских выборов? Вообще интрига бешеная. Кто победит? Зачем победит? Почему победит? Победит локоть с бородой в плаче. Ребята, дождемся. Аплодисменты. Смешная разбитка сегодня в дверь. Кто еще, Натан? И Аучка, пожалуйста. Я тут посоветую Егора погуглила. Вопрос экскурсии по городу. Почему на машине у вас патриот, слово патриот английскими буквами? Ух ты! Так, кстати, если кто не обращал внимание, друзья, обратите внимание. Это надо было тогда что-то опел или астро по-русски написать, да? Правильно? Примерно так. Так, мы не стесняемся, видимо, несёмный ответ. Почему на машине у вас патриот, патриот написано английскими буквами? Потому что русские отваливаются, прошу прости. Леша, прости! Ребята, давайте смотреть. Первые же почки отваливаются. Леша, прости. Вот он за этим попал. Прости, прощай, Леша. Прости, что я не с ним не стомулировал так, как надо. Да, спорность идёт управления. Почему на машине у вас патриот, патриот написано английскими буквами? Вообще-то это в латынь, ратиот. Выпей ответы, роман, 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 роман. Да нет, давай всё-таки. Семёж, да задай вопрос. А вдруг сейчас будет 3 месяца промёртных ответов? Попал, я надеюсь, тебе классный вопрос. Ты сидел, котел. Совсем скоро лето, друзья. Куда поехать отдыхать? Ты прям новатор в разбитку. А чё вылили? Ну правильно, ответ попроще. Вопрос на возле, чтобы команда быстрее отрывалась. Ты поедешь летом дать отдыхать? Что? Ты летом поедешь отдыхать куда-нибудь? Я планирую поедать отдыхать. Планирую даже дальше перзко уехать. Дальше перзко. Это было эфир. Итак, ответ в команду «Полюби». Хотел скорое лето, куда поехать отдыхать? Судя по залу, ты и сейчас не особо напрягаешься. Это надо было запретить ваших времени. Судя по юмору, так же. Ну так, собственно, куда поехать отдыхать? Серёжа, судя по твоему подлёту, только на даче. Это была командовая снисляция. И последний конкурсер – разрывки от горды Сиду Проверли. Куда поехать отдыхать? Куда-нибудь, но только не в Крым. Он уже вот здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья, оценки за разведку максимум 6 баллов сегодня. Вот именно так оценивается этот конкурс. Готовы вы поднимать? Да, дружно скажу. Итак, оценка Кауньковой сборной сети управления. 4-4-5-5-4. 4-4-5-3-4. Вот такой раз кросс. И сборной лузов принести связи. 4-5-4-6-5. Такой неожиданный максимум от Александра в области армии сегодня. Ну и ладно, друзья, пока хочется забавить, я вам хочу еще немножко рассказать про наших армия. Итак, Clive, друзья, это онлайн сервис подбора одежды. Наконец-то модных и магазинов. И при этом не выходить из дома. Давай-давай-давай, Clive.ru. Также наш партнер из 300, радио не тот. Радио нашего города, FM 100 и 70. Знает каждый и млад, и стар, как говорится. А также молодежный инфраструкционный портал. Ты молод! Спасибо вам большое, что вы увидите на панели. Может быть, на технику сходовца. В инстаграм. Почему бы и нет. Итак, есть ли у нас средние баллы за два конкурса? Очень сложно сегодня считается. Много команд. Много разных цифр. Целых пять членов в рим. Поэтому ребята не всегда успевают. Напоминаю вам, друзья, что завтра, если вы просто без ума от наших районских концертов, которые мы работаем здесь, завтра в это же время здесь же вместе садится авторочный персонал, в котором приключается команда «Чай», «Корн Россия», «Дажды не думай» и «Королева Чебеси». Если вам интересны эти команды, приходите. Завтра будет точно весело. Сады, конечно, сразвитка смешная. Да, мы не знаем об этом. Попишем. Ну что, Сереж, мы не вам мы на оглашаем результаты за два конкурса, а не будем вам ни одна конкурс. Да, давай. Сборная институтов управления. 4,4 баллов за разминку и 8,6 баллов за два конкурса в общем. Полюбить 4 баллов ровно за разминку, 8 баллов ровно за два конкурса. И мы не счастливились. 4,8 баллов за разминку, 9,4 баллов за два конкурса. Итак, схема «Биаси» делала сегодня предельно проста. Команда считает по три шутки. Потом, члены нашей жизни, поднимают табличку с номер одной команды. Вы, кстати, ребята, если можно, вам чуть-чуть приподнимите за адрески, чтобы выловить. Не так понятно, что один, два, три, но все-таки у вас все равно будет корректно и по правилам. Итак, вот сейчас, кстати, вы поднимаете табличку с той командой, с номером той команды, которая должна покинуть «Биатлон», да, или не иначе. Не та команда, которая вам понадобится больше, а именно та, которая покидает «Биатлон». Итак, друзья, по три шутки, начинаем «Биатлон». Начинаем с команды «Мы истесняемся». Поехали. Под хлебоводый пожарник три часа тушил рыжую женщину. На концерте Миша Мамаши читал настолько правильный рэп, что реабилитировал трех наркоманов. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень тупый мальчик падает в кровати сразу с двух сторон. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай дальше, друзья, по любви продолжайте. Жук-навосник долго катал Андрея, потому что человек он был не очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Уфологи совершили открытие. Круги на полях появляются не там, где было НЛО, а там, где репетировал коллектив Надежды Бабкиной. АПЛОДИСМЕНТЫ Сочинская стриптизерша после танца выписывает копию чека и командировочную. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, завершает первый круг. Команда сбора института управления. Говорят, что пивная арена в полночь превращается в гладиаторскую. АПЛОДИСМЕНТЫ Толстая девочка, играя в классики, делает маленькие вмятинки в асфальте. АПЛОДИСМЕНТЫ В выборах на Украине участвовало два кандидата. Тимошенко и Фонтан. Тимошенко проиграла, потому что была не Фонтан. АПЛОДИСМЕНТЫ Из ваших первых ребятонов, в конце концов, уважаемые все зрители, вы имеете право Оставить команду на штрафную группу. Или попросить какие-то две команды. В общем, мешать вас. У нас попадает 3-3-3. Команда с номером 3, это Борис Гидо Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ Но поминает нас, естественно, не с простыми руками. А забирает 0,6. Весь из собак. Продолжаем взрыв под решетки. АПЛОДИСМЕНТЫ Начинаем с номера. С команды Гидо Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ Бывают девушки, как в Первый канал. То давай поженимся, тот час сюда, а то спокойной ночи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Самая красивая девушка в деревне. Чаще всех катается на мотоцикле. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Новая подливка в школьной столовой. А как известно, все новое это хорошо забытое здание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мать недолюбливала сына. Но, слышь, и урод сам об этом догадывался. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Табличка выкат не горела. Поэтому на пепелище только она и осталась. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Судья потерял ремень. Сын получил пять ударов ремня условно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Создать либо победителя. Либо... А вот оставить на второй. А, можно, в принципе, две там? Оставли. На штрафт-люхом есть и вы их пожелаете. Желаете? Штав, ну, друзья, подожди. Давайте без хвоста просто продлим чуть-чуть текстовый конкурс. Пожалуйста, по одной шутке. АПЛОДИСМЕНТЫ Производители чипсов решили не заворачиваться и выпускать сразу язву. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Художник рисовал по памяти. Поэтому на портрете у Анжелы было только декольте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Во времена Царской России для отца любой дочери главным было выгодно выдать ее замуж. А дочери важно было выйти по любви. Итак, акт первый. Поместье Варина. Замуж пойдешь за графа Петихона. Папенька, я хочу за крестьянина, но я люблю его. Но вы с ним вообще не пара. Вы как тельфин и русалка. Ох, перестали бы услышать Игоря Николаева, папенька. Тоже скажете мне, доченька. Давайте лучше выпьнем за любовь. Малинового вина? Нет. Сердце не прикажешь. Я люблю Арлова. Поздравляю. Варень, давай лучше эту песню споем. Выхожу я во двор. Во дворе стоит вор. Вор. Я сказал ему. Слышь. Он ответил. Малыш. И не надо быть умным, чтобы здесь догадаться. Он хотел не украсть. Он хотел целоваться. Так вперёд. Парень, парень. Синал новый открылий. Пойдешь? Иди отсюда, кого капитает там внизу. Парень, а вы крещённый? Нет. Язычника отверг. Иди отсюда, кого капитает там. Иди отсюда, кого капитает там. Парень, берите нас в свои жилые дела, не впутывай. Парень, пора суд вершить. Давай всех побыстрее. Парень, парень. Я твоегоvas баня нельзя до потанцераascал. Наков. Парень, я там стадо коров потерял. Наков. Парень, барень. Ты не спотни футболку изобрёл. Наков. Парень, я люблю вас. Парень, барень. Я накал хочу. Наков. Барин, там дёща приехала. Накал. Барин, барин, черепки от лопат кончились. На что их одевать? Накал. Барин, барин, хлеб подорожал. На сколько? Накал. Барин, походу кури закончились. Куда людей сажать? На пол. Да ладно, плетуй. Давай уже песню спою. Поздний час с балами на первом они где не продают. А я нашёл. Барин, барин, там человек приехал. Открывать? Открывай. Слушай, барин, как не по-людски? Мы тут сидим, а он там за воротами мёрз. Ну так пойди, отвори. Не, барин, я один не пойду. Я темноты боюсь. Ох, по-наехали, басурмане. Ладно, пойдём вдвоём. Акт второй. В саду. Лизонька, любовь моя, пшеничка моя, ази моя. Лизонька, я песню написал. Только я петь не умею, поэтому прочитаю. Подыграйте. Ае, ае, послушай моё путие. Играю в русле, а я песню пою. Пацаны, сажаюсь, заколою свиниту. Бачок, бродяга, трепоской. Вот у меня же убедился парень на точку. Жду удары заточкой. Но пересячной удары сольвы. Я люблю вас, Лиза, очень сильно муру. Игрушка, замуж меня отдаёт, Игрушка. Так давно пора? Так, не за вас. Да как так-то? А от чего? А от чего? Майка, земля, холодная. Лизонька, так давайте убежим. Вы когда-нибудь были в Новосибирске? Нет, только в Новосибирске. Так подождём, Лизонька. Бежим скорее. Акт третий. Бэк ту поместье. Парень, парень, крепостное право отменили. Можно я сегодня пораньше уйду? Нет. Вот как крикнется это тебе. Ведь слышал, наверное, что разгон и палка стреляет. А что случилось? Деревья шмалять начали. Пол деревни полегло. А что, сегодня 25 июня? День летнего Диньева шмаляния? Так. Парень, парень. Там гуф с холопами рэп читает. Мёртвые души. Первый альбом оставить, остальное сжечь. Парень, а я тут видел, как дочка твоя в горящую избу вошла и коня на скотку остановила. Не сберёг честь девичью. Бабой стала. Парень, парень, скоро летим в день. И чё? В смысле и чё? Он на тебя на днюху скидывался? Иди отсюда. Парень, папенька, папенька, это Арнольд, и у нас скоро будет ребёнок. Какой ребёнок? Дарень, дарень, скинь мяч. Всех людей! Если бы эту историю писал какой-нибудь знаменитый классик, то у него всё непеременно закончилось бы полюбить. Но так как мы далеко не классики, то наша история закончилась тем, что всех выпадали. А я не хочу, не хочу поначалу, а я не хочу. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда! Команда, которая мы всегда дадим по своим музыкальным номерам сегодня – это командой института управления. Сборная института управления. Сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, поэтому наше домашнее задание мы решили разделить на три периода. Период первый – весна, параллель три. И такой романтик заслуживает свидания. Ну чё, красавица, поехали! Смотри, колёса подключишь, сейчас крутятся. Хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя. У меня это термонар, красота ещё моя. Можешь на вторую дни переключиться. Ох, так, так. Открывай бардачок. Видишь, что есть в конце дуннеля. Это движок. Доставай. Да не движок ты доставай, с пол доставай. Смаляй. Да не сюда, вот дырка, бля, шмай, шмай, молодец какая! У-у-у-у-у-у-у-у! Во-о-о, смотри прикол! Давай по шучу, это же ладно! Ты чё? Давай по шучу, это ладно? Вот это да! Ну чё, заправь-то? Иди заправляй, а я заплачу Давай, да, шучу, чё, да я сам заправлю, не заплати Ну всё, приехали К тебе ко мне Ну ко мне, конечно Должна же я родителям показать, как выглядят настоящие дебилы А не мой Серёжа Мама, когда я рядом с ним, ты знаешь, где я забыла Мама, ты знаешь, где я? Ну что ж, в партии возникло второй период, обстановка накаляется Напоминает плач «Россия-Америка» Давай представим, что было при саммит «Большой восьмёрке» Проходил без участия Российской Федерации Ну что ж, здравствуйте, близкие теперь мне люди У нас сегодня праздник, мы будем решать проблемы без России Ну что ж, я думаю, можно начинать Почему так красивые две лёзы, как шумят Здрасте Да вы не обращайте внимания, я здесь тихо, в сторонке по секунду Дальнейшая распоработка, сколково Тогда, пожалуй, я выберу Простите Ребята, нам нужно менять политику, мы и так уже крык потеряли Такими темпами мы ещё и отляску потеряли Ой, нравится мне эта игра Погодите, а откуда он знает, что мы именно в этом гараже сидим? Снова да Никому не нужен? Мужики, ну мы же с вами мужики А давайте мы своими силами выгоним, а? Вам всем хана Все, я придумал, давайте аннулируем результаты Олимпиады Давайте проведем военные учения в Черном море Так, а может быть хватит уже выяснять, какая страна сильнее? Хотя Это Россия совсем обнаглела, давайте запретим им въезд страны Евросоюза А давайте А мы рану бомбу продадим Что-то скучно у вас, пойду я Китай, пойдёшь со мной? Конечно Конечно И вещи свои Заби Всё Всё Что-то накопил Третий период Период кульминации время когда нужно объявлять звезду матча А звезда сегодняшнего матча это Рома Зверь Почему Рома Зверь? А сейчас узнаешь! Жди нас в душе и вне, Нас обомни, нас всегда спасибо! Командам открытой спасибо! Пора уходить, уходить красиво! Мы служим России со смехом и риском! С любовью для вас и СиУРАНХИКСА! А я не знаю, что я хочу! А СиУРАНХИКСА! Удачу, ну хочу я всегда... Сборная сетапа управления СиУРАНХИКС, друзья, ваши аплодисменты! Завершает музыкальный номер... с ним и всю программу в первую очередь. Это финал команда сборная вузов. Мы не стесняемся. Готовы, ребята? Или вам нужно еще где-нибудь? Посмотрите, какой заморожен. Давайте их похлопаем. Вот они. Вот эти ребята. Видно сразу, что до игры три дня вообще никто не находили. Суды днями, ночами они сидели на кухне, писали, искали репети. И уже давно это заслуживает. По крайней мере, уважение. Пока, ребята, готовятся просто. Есть у меня еще кое-что, что я хочу до вас довести, друзья. Если кушать вы хотите, то синички позвоните. На пиццу мы заказ оформим, к вам приедем и накормим. Если кушать не хотите, то синички все равно звоните, друзья. Это я вам от тебя добавил. Адрес улицы Немерчатаченко, 14501. Телефон 3100107. Ну попробуй, друзья. Видите, синица. Наш добрый друг. Который не оставит нас голодными. Никогда. Я ею и заканчиваю играть сегодня, потому что, ну объелся просто. Три пиццы съел перед самым началом. Вы что-то делаете, друзья. Хорошо договорились. Итак, последний музыкальный номер. Мы не стесняемся подошваться. Дорогие друзья, у многих звуки гитары ассоциируются с костровыми песенами. Ну а мы представляем, то есть Москва, Владивосток и девушку, которой очень сильно не повезло. Ведь она едет к плацкарке, да еще и с ней гуляем. Илья. 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 Знакомься. Артём. Данил. Дебил. Дану. Илья. Илья. И куда едешь, мне называется? Я на музыкальный фестивале Новосибирск. О, так ты че музыкантка, что ли? Ну так играй. Так я ж на третье. Ну так дуй. Прям в гитару, что ли? Запилом дуй. Слушай, ну мы в каком-то смысле тоже музыканты. Почему? Ну если че, можем и в гумингаре. Да. Красавица. А что ты думаешь, что ли? Нам еще еды с тобой трое суток. Сколько? Друзья, а так как мы едем в вагоне, еще и в плацкарте Москва-Владивосток, то бедной цензурной речи никак не обойтись. Поэтому всю нецензурную грань мы будем скрывать словом «Рай-Ура». Так вот я и говорю, мы еще едем с тобой трое суток. Я можно подруге позвоню, пожалуйста? Ива, Рай-Ура, Ира, тут Рай-Ура, Ива. Чистине даю жизнь, тут скотчя из мира. Затворима. Ну девчонка смешная, конечно, да-да-да-да-да. Здравствуйте, я проводился. Ира, ира, ира. Ира, ира, ира. Ира, 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 ира. Че, правда только нас? Ты думал, я так скажу? Ха-ха. Так, бери, разбирай. О, оно тут жирное, что ли? Так, бери, это, бери, ну. Так, говорю сразу. В танку и пучки не бросай. А то это бегает, падает, это по шапке, короче. Вы все поняли, я пошла. Слушай, а у тебя парень стоит? Ну да, есть. Ну да, есть. А он служил? Нет. Но он говорит, что система такая, воинкома троих друзей приводишь, потом он может не служить, потом еще троих друзей приводишь, и у тебя становится звание, приятные, безземники. Так это что значит? Я мог тебе не служить. Походу, не вам дебилоты. Ха-ха-ха. Ребят, очень душно в поезде, можно кошку откроем. А, да не проблема. Так тут же форточка есть. А-а-а. А-а-а. Ну ты дебил. Я дебил. Ну ты дебитель. Ха-ха-ха-ха. Ребят, я смотрю, мы синие ребята. Да мы синие ребята. Ладно, ладно, четко тут разговаривали. Веща. Да. Огнестрел. Уж какой. А вот эта вещь. Да. На вылет прошла. На вылет. Ха-ха-ха. Нет. 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 Ладно. Вот это видишь. Осколок? Нет. Вот так вот сидел. Я хочу сказать, может у вас интересные истории есть армейские? Ха, спрашиваешь. Плавал у нее, как то значит, в 92-м? Дурак, тебя в 92-м еще не было. Слушай, история до конца. Однажды в бензовоз упал, Мужики-мужики, туннель! Сейчас будет веселье! Мамочки, я боюсь! Три-четыре! Ну, что за канал? Пловец! У вас очень шумно, я пойду по вот ресторан одна. Мужики-мужики, как-то в уху получилось. Пойду к ней, девчонки, извините, да? Да, сейчас. Слава богу, одна. Нет никого, тихо и спокойно. Здравствуй, а! Менчик, вы! Да ладно, ладно, чё ты переживаешь? Давай ужин за мной сейчас. Ну, как бы за двойные, где потом одна. Ладно, давай начнём. Заян? Да. Валя? О, кстати! Айсад! Айсад! Опять ты, а? Ладно, можно мне бутылку, самую лучшую бутылку вина? Айсад! Вот для себя, вот, и рекламу, а там молодые, всё понимают. Вот возьмите. Вот, спасибо. Как это мило с вашей стороны. Ага. Тум! Действительно, самые лучшие бутылки вина. Даже не бьётся. Хе-хе. Видите, с 777 года лишь при семёрке написано. Хе-хе. Смотрите, я смотрю на вас, у меня не только возникает вопрос, а сколько девушек у вас было? Ну, смотри, если со мной расстался, потом опять здесь встречаться начал. Это как за две считается? Нет, это одна. Тогда двадцать. Ах, ты, айсад! Ах, ты, айсад! Говорю, зачем ты открыл бутылочку под водной лодки? Серьёзно? Айсад! О, смотри, мадман. Мужики, мужики, тебя за собой. На, щас пока плекать, я попал. Ну, я знаю. Аааааа. Ну, а чё, я смотрю, что у вас бутылочка-то есть, да? У нас тоже бутылочка. Так давай, подавай. Щас,�с,isten. Во 사진или с друзья, ускоро доставай. Открой, быстрей. Ну! Ну, чё там. Живу в planner 3 годы. Живу.. Вот, щас когда спасем? Смужики, что вы смотрите вообще? Я просто смотрю на твою дама. Итак невольно, вспомнамя как и служил. Служили 3 года, не видели женщин, привыкли к дельфинам, включил телевизор, увидел качитун, вверхлся к дельфинам. Давайте, поиски, плейте. Знаете, но я не верю, что у вас нету девушки. Но, понимаешь, была одна, я с ней познакомился, по переписке, ни разу ее не видел, ушел в армию, и все, она перестала писать, но только напоследок написала мне. Упали листья на губу. Эх, Коля, как тебя люблю, как жаль, и ты лишь в переписке, а я, а Коля, все быстро снисти. Любовь, Коля, Любовь, Коля, Любовь, Коля, Любовь, Коля, Любовь. Так что, подожди, подожди. Это ты самая любовь 98? Да. Черт, ты не тянешь на 98-й год. А, там холод, там, там мовато садится, я думаю, что как открутишь ему. Ой, нет, у меня в кухонисте. Ну, вот видишь, все хорошо, но даже давай с тебя, ты переживала. Но я, конечно, не знаю, что она мне дождалась. Завтра она тебя любит. Как не могу прямо. Друзья, вы видите, все сложилось очень замечательно. Диме дождал за себя девушку. Моряки вернулись на свою службу. И все в будущем будет хорошо. Но только вот единственное. Цены на билеты РЖД. Драй-ру-ра. Вот в карте. Драй-ру-ра. Драй-ру-ри-ра. Драй-ру-ра. Драй-ру-ра. И вообще в России все. Рай-ру-ри-ра. Драй-ру-ра. Драй-ру-ра. Драй-ру-ри-ра. Драй-ру-ра. Драй-ру-ра. Драй-ру-ри-ра. В случае, от того, как мы не стесняемся, мы не стесняемся и показываем то, что происходит в жизни. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...